Он как-то одевается так блекленько, всходит в метро американское, начинает играть на скрипке. Виртуоз в мире, ну в тройку ходит. Народ проходит мимо, никто внимания не обращает. Проходит час, это все засняли на видео, представляешь? Совершенно справедливо. Вот сегодня кому-то я написал. У меня здесь передачи, ну ребята, как бы поющие гитары известные, да? Они там что-то повздорили, как-то там, ну временно разошлись. И эта передача же прошла, у меня, я одних уважаю и вторых. Для меня они единое целое, да, ребята. Ну, а ко мне на передачу пришли одна из частей, вторая была у другого. И, наверное, кто-то что-то обиделся, и такие поклонники пишут, только сейчас нашли. Я передачи все ваши размещаю, и написано. А что вот там молодой вот этот артист, там, Валера Кочегур, он что, основной теперь? Я написал, что поймите, зритель хлопает. Ни Кочегури, ни другому музыканту, ни царю там, ни кому. Они хлопают поющие, слово, поющие гитары, говорит ведущий, да? Выходит поющие гитары. Зачастую в Октябрьском там кто-то далеко сидит, он может не видеть и не узнавать. Но он слышит знакомую музыку, которая принадлежит названию своей поющей гитары. И все. Через какое-то время я написал, что музыканты меняются, изменились в порядке другие Кочегуры, новые, да? Но хлопать будут зрители после слов поющие гитары. Понимаешь, да? И где оценить музыкальное наследие. То есть это остается вот тут, да? Вот сейчас у нас они забудут что-то, скажут, а кто это пацан играл? Они сказали, да это вот, наверное, был Блэкмор. Они говорят, да нет, это Ладыгин, я знаю, это Ладыгин. Помоложе. Они говорят, нет, я не помню, но игра это Баха, понимаешь? Вот в чем дело, что они будут хлопать вам, забудут фамилию, но они скажут только, смотри, как он Баха хорошо играет. Кстати, вот насчет Баха, на скрипке же ты проходил, учил это все. Конечно, конечно. И в Бивальде Бах. То есть, азы там же по теории, по мозлитературе есть, мы сказали, что у меня дети оба учились, но я не посещал их занятия. Мозлитература есть, они сдавали, я помню. Была. На базе школы, там, наверное, не очень углубленно, но все равно, основную верха главных композиторов эпохи проходите, да? Конечно, конечно. Дальше, с гитары, ты уже сам идешь по жизни, или где-то ты обучался в учреждении гитаристов на Гороховой? Я понял. Вообще, я приезжий человек, я в Петербурге живу с 2005 года, вот, про это я чуть позже расскажу. Дело в том, что гитару, мне кажется, я освоил все-таки самостоятельно. Также в детстве, ты, наверное, помнишь тот период прекрасный, когда были пионерские лагеря. Раньше каждый третий парень просто играл на гитаре. Это было невероятно, если ты не умеешь играть. Вот, и, конечно же, мне подростки, мои друзья тоже много чего показали интересного. Затем была эпоха увлечения Битлз. Я просто буквально сошел. А тебе что показали, на шестиструнке или на семиструнке? На шестиструнке. На семиструнке никогда не пробовал играть? В свою эпоху молодости, скажем так, детства, да, я уже не застал семиструнные гитары. То есть, не знаешь этого строя семиструнки? Я один раз работал с цыганами, они мне все-таки помогли там ставить аккорды на семиструнке. Да, да, вот интересно, своеобразно. Мне сначала было тяжело перейти с семиструнки. Меня мать научила на семиструнке играть. И когда начались вот эти барре-слово, во-первых, сразу же появилось. И потом вот этот палец всегда должен быть перемычкой, прикрывая первую-вторую струну, наверное, да, страхую. Первую даже, скорее всего, да. И мне никак было остальные не выстроить, никак. Это сейчас, я думаю, господи, да на шестиструнке можно же, оказывается, и без пальца же строиться. Кто уже знает, владеет, я когда видел, как ты там играешь, вообще вот так с этой стороны, пальцы. И я думаю, вот надо, что я как... Это чтобы публика внимания обратил. Мастерство. Вот как раз твой балалайшник, наверное, который он умеет на балалайке вот так, сзади играть. Да, да, да. Вот буквально публика так вот сидит, только гитару закинул, все сразу же видеть, смотрят. Как будто до этого не играл. Вот публики, вот и есть это. Публика то, что публику всегда шоком нужно воспитывать. Воспитывать только шоком. Как вот скотину, которую загоняют на убой, там, да, ее. И так и есть зритель. Зритель, он всегда шокируется. Либо страхом, либо какой-то неопределенной радостью. Но все равно, чтобы она на грани шока была. Тогда они выходят домой и говорят, ну вот он, наш Стас Михайлов. Понимаешь, да? Так же они говорят, вот ты их поиграл, и все мои там наклонники. Толя, больше мы к тебе ходить не будем, мы будем теперь только к Лешу Владыгину на концерт выходить. Мы с тобой вместе будем играть. Да. Вот. Давай тогда, чтобы у нас все наши 16 роликов сегодня вошли. Я сейчас сыграю вживую. А ты договорился, да? Да. Ты с режиссерами договорился, что ты играешь. Да, да. Я сыграю сейчас в студию вживую прямо сейчас. Ну, можно сейчас нам? Да, конечно. Вот композиция называется «Санкт-Петербург». Я как раз про это пару слов хотел сказать. Я недавно беседовал с одним интересным человеком, радиоведущим. И он мне сказал, Леша, я тебе завидую, что ты не из Петербурга, потому что у тебя был шанс увидеть Питер впервые. И ты был вдохновлен, и ты написал. Я петербуржец, я вижу Питер глазами петербуржца. Соответственно, я не могу, ну, я могу написать стихи, но вот на музыку меня почему-то не хватает. А Петербург меня настолько сильно вдохновляет, что я просто всем сердцем ему принадлежу. Следующая композиция «Санкт-Петербург». Санкт-Петербург Санкт-Петербург Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Знаешь, где у тебя по полочкам лежит Где у тебя находится В душе полочка с юмором Где там с горечью, где с радостью Где-то там с гневом Вот в гитаре Наверное, гитара это тоже самый инструмент Это душа, во-первых, мастера Если это не Сделано на заводе Ленинград Как там, аккорд Там уже не делают Это ручная работа Или это заводская Это заводская Кстати, а гитара Ленинград это раритет Но это нет, я имею ввиду, что любой инструмент Имеет душу, душу мастера Душу конструктора В данном случае, пусть даже если заводская То в нее вложили даже несколько человек А мастер, когда дерево выдерживает в каких-то растворах Себя, всего, там все свое знание Вкладывает сюда, вкладывает, вкладывает И гитара Это материализованная часть Вот эта часть души мастера Да Знаешь? И когда ты уже Мастер уже знает Игрока, который возьмет этот инструмент Он знает, что он эту душу только дополнит Своей душой И вот тогда рождаются там всякие страдивари И прочие-прочие играющие Кстати, очень многое значит, когда гитарист постоянно Любит свой инструмент И держит его в руках Потому что вот эти вот тактильные свойства Когда ты постоянно берешь инструмент Когда ты его целуешь Так я часто делаю Это просто сближает тебя с гитары Я когда надолго уезжал, допустим, из дома Ну, скажем, там на месяц Я приезжал домой Открывал гитару У меня было такое чувство Что она даже немножко рассохлась От чувства расставания Понимаешь? То есть на инструменте нужно постоянно играть Это как женщина Вот, а вот смотри Про гриф Некоторые говорят Вот я гриф под себя Там что-то затачиваю Прошу мастера Вот в чем В длине пальцев В чем фишка вот этой истории с грифом? Мне кажется, это какие-то индивидуальные свойства Каждого музыканта Кому-то нравится толстый гриф Мне, например, нравится тоненький гриф Потому что я к скрипке привыкший Может, ну, кстати, насчет длины пальцев Биби Кинг Его пальцы не отличаются большой длиной Но при этом он выдающийся гитарист Кабаска мне У меня такие сосисочки Да, и гитара у него так на животе висит Я считаю, что просто нужно трудиться И трудиться Ну, талант, конечно, необходим Да, смотрим Талант левого музыканта Из России Из города Санкт-Петербурга Алексея Ладыгина Санкт-Петербурга 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 Композиция Композиция Ну, мы все привыкли Мы обыватели привыкли Что всему надо учиться Что пироги должен точать сапожник А пирожные пирожные Вот смотри Композиция Ты пишешь, играешь Это плод любви к инструменту Или все-таки ты ведаешь секреты композиции Знаешь Что пишет у тебя, что голова, душа Что изначально Во-первых, я считаю, что свои лучшие школы Это мои юношеские и детские пристрастия Я никогда не слушал плохую музыку Я слушал Вивальди, Моцарта, Баха, Паганини Битлз, Абу Шнитки ты же должен был играть На скрипке Попробуй, кстати, на гитаре И, конечно же, я считаю, что у меня сформировался Достаточно неплохой вкус Это не означает, что я предпочитаю Только зарубежную музыку Среди русских музыкантов есть тоже Весьма большое количество достойных композиторов и певцов Я могу перечислить, если хочешь Ольга Кормухина, Владимир Кузьмин Я свободен Как его зовут? Группа Ария Кипелов Кипелов Группа Черный Кофе была замечательна Группа Ронда Александр Иванов То есть у нас была замечательная музыка в России И Александр Барыкин Поэтому я все это впитал в себя А сейчас просто, видимо, ну уже давно Первые вещи свои сочинил в 7 лет Вот сейчас мне какая-то квинтэссенция И каждый раз увлекаешься чем-то новым Я никогда не думал, что я начну увлекаться джазом Видимо, старею Ну, зас, зас Я не думаю, что она стареет Но, а вот она меня привлекла К французскому джазу Я с удовольствием сейчас слушаю Вот езжу Я вообще поклонник радио Эрмитаж И вообще, когда был без рекламы Это радио вообще ничего не отвлекало Чистота такая Вот как будто сидишь Утром над озером И нет ветра, ничего И ты вот слышишь только прекрасные звуки Но теперь это все стало Кто-то бросил камень первый Развел круги огромные по воде Ну, наверное, надо выживать Поэтому реклама, она все съедает